По поводу Алексея Навального. Я хочу сказать, что я буду добиваться всеми способами, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата. Я считаю это крайне важно. Он сделал для этого все. Пожалуй, нет в России сегодня человека, который сделал бы столько усилий для того, чтобы пойти на эти выборы. Я скажу еще раз, что выборы для меня это не день голосования. Это не только агитация свободная, это не только свободные дебаты. Но это и жизнь политика от одних выборов до других. Вот сегодня самый, давайте говорить честно, самый успешный политический проект последних пяти лет, это, конечно же, проект Алексея Навального. Это тот политик, который показал себя в самых разных ситуациях, показал себя под давлением. И я уважаю этот его труд и эту его позицию. Алексей действительно с большим сомнением, судя по ролику, который мы видели, относился, во всяком случае, к моему выдвижению. И я благодарна ему сейчас, что он занял такую взвешенную позицию. Я считаю, что это правильно. И я надеюсь, что эта позиция будет ему близка. Мы найдем какие-то точки соприкосновения. И я надеюсь, что он поймет, почему я это делаю и почему я считаю это важным. Я уверена, что мы останемся друзьями с Алексеем. И как я уже говорила, не хочу повторять здесь по третьему кругу то, что было уже произнесено до этого. Еще раз хочу официально заявить, и я даю в этом свое слово, что если Алексея Навального зарегистрируют, если мы все вместе добьемся этой регистрации, а я буду ее требовать, то я сниму свою кандидатуру. Не потому что я во всем согласна с Алексеем Навальным. Есть много вещей, которые меня, может быть, тоже смущают. Но я считаю, что у нас должен быть единый кандидат. Он заслужил это право быть самим и политиком с позитивной платформой, и политиком против всех. И в этом смысле объединиться гораздо важнее, чем думать сейчас о наших разногласиях. Если Алексея зарегистрируют, я готова войти к нему в команду. Ну, я бы не хотела в рамках не только нашей пресс-конференции, а вообще компании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю это оскорбительным и не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться. У вас, вот у вас есть огромное количество людей в зале, у вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания. Больше говорить на эту тему нечего. По поводу встречи я все сказала, встреча была связана с совершенно другим моментом, очень важным. Это отдельная тема, отдельная какой-то пресс-конференция. Я снимаю фильм про своего отца. И так получилось, что Владимир Путин был человеком, который с ним работал. Он был его учеником, моего отца. Был его соратником. Поэтому давайте не будем как бы смешивать эти две темы. Я еще раз могу сказать только то, что я уже сказала. Ничего разрешения, ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек. Я просто считаю, что перед тем, как делать какие-то громкие заявления, если ты знаком с человеком, то ты идешь и говоришь ему об этом. Так получилось, так совпало, что я снимала этот фильм. Надо сказать, что до заявления, потому что для меня, например, заявление Алексея Навального, которое он сделал не так давно по поводу моих взглядов и так далее, было неожиданностью. Потому что я в этом смысле человек очень последовательный. Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному то, что я собираюсь баллотироваться. Также у меня была возможность, и я сказала в лицо об этом Путину, потому что я оказалась там по совершенно другому поводу. Вот и все. Для человека, у которого, ну скажем так, у которого знают все, а у меня узнаваемость, ну давайте тоже говорить честно, и у меня есть эти исследования, вы их тоже наверняка видели опубликованными, моя узнаваемость 95%. Даже при том, что есть люди, которые меня ненавидят, и есть этот отрицательный рейтинг, но даже небольшое знание математики нам показывает, что если мы этот отрицательный рейтинг уберем, все равно та цифра, которая остается, она внушительная. Так вот, моя задача во время этих выборов сделать так, чтобы люди, которые мне по каким-то причинам не доверяют, меня не любят, мне поверили. И сделать так, чтобы этот рейтинг узнаваемости стал рейтингом доверия. В этом, собственно, моя компания. И чтобы люди, которые мне доверяют, пришли на избирательные участки. Вот цель моей компании. А Россию я знаю очень хорошо. И говорить, собственно, о том, что меня где-то за пределами Садового кольца не любят, но это неправда. Посмотрите просто мое расписание. Я вас вот, Игорь, конкретно вас, Ксении, тоже это сейчас скажу, чтобы она этим занялась. Я вас приглашаю с тобой в следующую поездку. Давайте поедем вместе, и вы посмотрите, как ко мне относятся, и как ненавидят меня люди в России. Давайте. Спасибо.